Сегодня в Чебоксарах открылась шестая межрегиональная выставка «Картофель». На два дня сюда приехали специалисты, которые занимаются селекцией овощей и разрабатывают новые сельскохозяйственные технологии. Географии участников широка. В столице республики собрались представители 17 регионов, а также Германии, США и Голландии. Сегодня провели и научно-практическую конференцию, посвященную перспективам отрасли. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Несмотря на летнюю засуху и обильные осадки, из-за которых во многих сельхозорганизациях не досчитались урожая, картофельного кризиса так и не случилось. Хотя аграриям его предрекали. В прошлом году капризы погоды выдержали уже проверенные временем сорта. Правда, не везде картофель успевали собрать в срок. В некоторых районах работы были завершены только в начале октября. С одной стороны, урожай не убрали. И то, что убрали, качество такое плохое было, которое убрали в начале сентября, он еще качество хорошее. А то, что там уже в середине сентября, уже в конец сентября, сказалось на качестве картофеля. С лучшей стороны, в этом году у нас показали сорт Невский. 350 центеров с гектара получалось. Российские селекционеры сделали большой шаг вперед. На рынке появились сорта, которым ни почем вредители, болезни и даже засуха. Новинки картофельной отрасли привезли и на выставку в Чебоксары. Предложений множество, правда, некоторых аграриев смущает. Высокая цена на семенной материал. 10 клубней сколько стоит? 300 рублей. Они практически, то, что цена на перец кажется очень дорого, но в последствии все это окупается. Мини-клубни по-прежнему пользуются популярностью у аграриев. Презентовали на выставке еще одну новинку. Сорт Метеор, оправдывая свое название, созревает раньше других. Семена сажают в мае, а готовый картофель собирают уже в начале июля. Причем селекционеры отмечают неплохие вкусовые качества этого сорта. Даже раньше, чем известные такие сорта, как жуковский ранний удача, он будет еще раньше. Он будет, как многие любят, с желтой мякотью. И он будет прекрасно храниться. Не в диковинку для России диетические сорта картофеля. Вот в таких фиолетовых клубнях содержится огромное количество антиоксидантов. Это для диабетиков, для людей, страдающих лишним весом. От передовых технологий выращивания картофеля до современных препаратов защиты растений и глубокой переработки овощей. Аграриям необходимо делать ставку на новации при строительстве картофельных хранилищ. За оборудованием далеко ходить не надо. Автоматизированные установки сейчас предлагают многие российские фирмы. Для тех, кто строит хранилища, мы субсидируем процентные ставки. Конечно, задача такая стоит. Не каждый, конечно, фермер может построить хранилище. Они могли, чтобы они могли объединить свои силы и, координируясь, строили хорошее хранилище на 5 тысяч тонн, на 10 тысяч тонн. Но все это забота производителей. Потребители требуют от них только качественного продукта. Спрос на экологически чистый картофель в России растет с каждым годом. На выставку привозят именно такие сорта. По традиции в павильонах с самого утра начинается бойкая торговля. Картофель буквально сметают с прилавков. Сегодня открылись с утра на выставке. Практически все распродали. Не практически все распродали. Сейчас вторая машина уже идет. После обеда в третья и под вечер четвертую завезем. Специально городские власти выделили автомашины для доставки картофеля вам на безвозмездной основе. Бесплатная доставка. Сейчас объявление сделаем. Продавать картофель по низким ценам в павильонах будут вплоть до закрытия выставки. Специалистам будет не до покупок. Они продолжат обсуждение проблем отрасли за круглыми столами. Андрей Ковалев и Сергей Рябчиков. Республика.